Из 60 лет своей жизни, 25, он прослужил в силовых ведомствах РФ и дослужился до звания полковника. Игорь Саликов не понаслышке знает, как работают спецслужбы страны-агрессора. Что такое спецназ ГРУ или подразделение? Это, в принципе, те же бандиты, только узаконенные. То есть, как бы, с мандатом лицей, которые действуют в интересах государства. А принципы и все решения – все то же самое. Инструктор ЧВК Вагнер и один из командиров ЧВК Аредут. Игорь Саликов прилетел в Нидерланды и заявил, что готов свидетельствовать в Международном уголовном суде о военных преступлениях РФ. Наверное, единственный живой свидетель преступлений высокопоставленных лиц Российской Федерации в этой войне. Какие приказы давали, кто выполнял, кто не исполнял, убили, ранили, обезглавили, то есть пытки, нарушение правил обычаев ведения войны. То есть, он как свидетель должен, ну, может это все закрепить. Также экс-полковник начал сотрудничество с офисом генерального прокурора Украины. Сейчас предоставляемая им информация проверяется. По информации ресурса ГУЛАГу нет. Саликов за неделю до прилета в Амстердам написал явку с повинной на имя прокурора Международного уголовного суда Карима Ханна и уже зарегистрировал свое заявление в системе документа оборота Международного уголовного суда. Экс-полковник участвовал в боевых действиях на востоке Украины с начала 2014 года. Основу всего тогда вхождения, взятия Донбасса, скажем так, вот в эти объятия, это непосредственно администрация президента. Ну или Сурков. Все это было замаскировано под внутренние проблемы Донбасса. То есть интервенции никакой не должно было быть. Все маскировалось, даже в том числе и оружие, которое на тот момент еще выдавалось. И используя личный состав группы, которые заходили, оно не должно было отличаться от украинского. Будучи в армии РФ, Саликов отказался выполнять приказ об убийстве мирных жителей, после чего его отдали под трибунал. Но он смог сбежать из России. Война рано или поздно закончится, а потом будет суд. И показания Саликова могут заставить нервничать многих. Те, кто в его окружении были, когда они это узнали, я думаю, они там сейчас сидят, во-первых, сжигают документы, а во-вторых, продумывают, что они ему говорили, что они ему пересылали, какие-то файлы. Я уверен, что сейчас чистят переписку активно, телефоны чистят, какие-то свои смс-ки ему, звонки. И где-то выдумывают легенды, почему я ему звонил, если меня спросят, а что я ему скажу. А если мне будут звонить журналисты или расследователи, какие-то исследователи европейские, что я буду говорить. В офисе генерального прокурора Украины подтвердили, что с помощью данных, озвученных Саликовым, прокуроры смогли подтвердить убийство мирного жителя в Киевской области. И такое взаимодействие происходит уже последние полгода. Сейчас его показания детально проверяются украинской прокуратурой. Сам Саликов признает, что отчасти тоже виноват в том, что РФ напала на Украину. У меня встал сейчас вопрос, что я столько лет шел не туда, и отчасти помог этому режиму. То есть на мне вот это пятно, вот это вот все. Теперь главное, чтобы этот бесценный свидетель дожил до суда над режимом Путина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова